Теперь вновь будем говорить о здоровье, но уже с точки зрения и эстетического внешнего вида, потому что некоторые говорят, что выпадение волос зависит от того, болели ли вы коронавирусом или нет. У нас в гостях трихолог-дерматолог Игорь Семёнов. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Итак, правда ли вот такое утверждение? Правдиво ли оно? Да, ребята, действительно правда, но волосы действительно выпадают не сразу после того, как вы переболели коронавирусом, примерно месяца через 3-4, когда вы уже практически забыли о нём, да? То есть, ну, уже вспоминаете, как страшный сон. Почему? Ну, потому что такой цикл развития волоса, и пока мы с вами находимся в ситуации вот восстановления здоровья, да, и лечения, то волосы говорят нам «до свидания», и в течение трёх месяцев потихонечку, медленно-медленно выходят из кожи головы. Причём за свой уже более чем 20-летний опыт работы я вот такое выпадение вижу, ну, вот одно из первых, такое сильное интенсивное, потому что могу просто простой пример привести. Приходит, например, женщина утром помыла голову, да, и клочок вот волос такой большой собрала, расчесала, и ещё такой же клочок собрала, и когда она приходит на приём к дерматологу, к трехологу, мы делаем тракционную пробу, потягивание такое лёгкое, и между пальцами остаётся по 10-15 волос. Это много, и люди прибегают действительно в панике. И так часто, то есть это не единичный случай, который вы описуете? Это бывает практически у всех, мало кто просто на это обращает внимание, потому что, знаете, какую такую зависимость я обратил, на что обратил внимание, у людей, у которых богатые волосы, ну, знаете, такие вот кавказские, цыганские, к крови. То есть толстые, сам волос, их много. Их много, они такие, как правило, бывают тёмные, пигментированные, ну, прям жёсткие, даже бывают сложно подающиеся укладки. Они выпадают гораздо сильнее, то есть более интенсивно. А волосы, которые, ну, как говорится, из подросткового возраста были не столько богатыми, ну, вроде есть выпадение, но не такое аховое. У мужчин, кстати, вот, ребят, да, если говорить про нашу... Актуально так, про мужчин. Выпадение заметно меньше. Может быть, чуть больше поредения волос мы видим с теменной части, но это временное, потому что, однозначно, волосы будут восстанавливаться. Но больше всего беспокоит перхоть, зуд, дискомфорт, покраснение кожи головы, какие-то прыщики, воспалительный процесс со стороны кожи. Я не понял, а в чём причина, то есть, как это связано, ковид-19? Причин очень много, ну, во-первых, давайте просто... По иммунитету, да? Она, во-первых, не одна. Во-первых, собственно говоря, само заболевание, да, это вирус, который бьёт по всему организму. Во-вторых, это когда, ну, если кто-то болел из присутствующих, то однозначно назначаются ещё препараты, которые разжижают кровь, образуются... Для чего они назначаются? Микротромбозики, микро-такие закупорки сосудов, а волосы краснабжаются самыми маленькими сосудами микроциркуляции нашего кровеносного русла. Дальше. Это антибиотики, это противовирусные, у которых тоже есть своя оборотная сторона, как у любой медали, и они тоже оказывают своё токсическое воздействие. Ну и плюс, конечно же, общая интоксикация, повышенная температура, и, конечно же, психоэмоциональная стрессовая ситуация, плюс локдаун, и вот, знаете, психологические моменты, они очень сильно влияют, потому что многим пациентам после коронавируса для восстановления психоэмоционального фона назначаются ещё антидепрессанты, которые также обладают побочными эффектами. Про это у нас, кстати, наши люди, мне кажется, меньше всего думают. Про стресс? Про психоэмоциональное состояние и стресс. Да, мы можем надевать определённую маску, например, на своё лицо, что у нас всё хорошо, всё замечательно, очень часто моя там полуторачасовая... Какой стресс, что вы там нам рассказываете? Вот болит, значит, надо лечить. А стресс? Какой таблетку? Придумали, какой таблетку. Что у нас на столе находится, можно ли с этим побороться? Да, во-первых, если говорить про коронавирус, вот до эфира вы задали вопрос, а можно ли вообще предотвратить? Ну, предотвратить совсем выпадение волос невозможно, поэтому это даже не пытайтесь. Но немножечко уменьшить, возможно, интенсивное выпадение, да. Однозначно лечитесь правильно, лекарственные препараты, всё как полагается. Грамотный, правильный уход. Шампунями, конечно, вы не избавитесь от выпадения волос, мы про это уже говорили в одной из встреч. Это чисто очищение кожи головы, поэтому если есть петки, похваления, то же важно грамотный, правильный уход. Существуют различные спреи, сыворотки, то, что наносится на кожу головы от мойки до мойки, это, как правило, и оказывает своё основное воздействие. Это что, витаминчики какие-то? Это, как правило, бывают пептиды, бывают коллагеновые продукты, бывают микроэлементы, витаминные препараты. То есть то, что даёт волос. Потому что волос в своей-своей массе – это белок и микроэлементы. То есть ничего глобального нет. И, конечно же, обязательно должна быть помощь изнутри. Это витаминные препараты и нормальное, хорошее белковое питание. Возможно, какие-то коктейли, возможно, какие-то дополнительные усилители функционального питания. И это должно быть то, что вы потребляете изнутри. В общем, переболев коронавирусом, мы начинаем ухаживать и с помощью косметики снаружи, различных средств, и также нормализуем питание, чтобы оно было сбалансированное. Убираем все вредности, какие у нас были в различном пищевом поведении. И что вот это такое, микроштучки? Это маленькие штучки, ребят. Тон, держи тебя. Да, без рекламы. Татьяне тоже дадите один такой подарок. Это маленькие штучки, которым хватит для профилактики, по крайней мере, на один-два нанесения. Вы просто потом надеваете крышечку и плотно проворачиваете. Так, так, опять. Переворачиваете вверх-вниз. И вот здесь, видите, на маленьком шарике есть такие дырочки. И просто носите на сухую кожу головы. И что будет? Ну и питайте волосы, лечите, профилактируйте выпадением раз-два в неделю. Вот такой небольшой способ помощи самому себе на чистую кожу головы. То есть провернете до конца, нажимаете на кнопочку, переворачивая, подается капелька. Класс. Спасибо. Я же не могу не прийти без подарка. Здорово, приходите чаще. Хорошо. Вы в следующий раз придете, вы нас не узнаете. Это вообще. А Антон будет такие волосы. Слушайте, ребят, ну лечение волоса долгая история. Ну минимум 2-3 месяца. Поэтому человеку необходимо набраться терпения. Перенесли коронавирус, переживем его падение волос. Поэтому все будет хорошо. Спасибо огромное, Игорь. У меня, кстати, созрела еще одна летняя тема для нашей уже следующей встречи. Поэтому будем вас ждать в нашем эфире вновь. Спасибо огромное. Мы двигаемся далее. Оставайтесь с нами. Спасибо.